На руках Ларисы Степановны кипа бумаг. Отписки из администрации, прокуратуры, трудинспекции. За пару лет женщина обошла все инстанции в попытках вернуть работу сыну-инвалиду. Рассказывает, много лет Рома был сторожем в сельском ДК. Активно участвовал в жизни клуба, выступал на мероприятиях, учил ребятишек играть на музыкальных инструментах. Нареканий со стороны руководства не слышал, пока не сменилась глава администрации Пулан-Коля. Работник-инвалид ее не устроил и от него решили избавиться под липовым предлогом. Первый раз уволили моего сына в 16-м году, 10 июня, за прогулы. 10 августа его восстановили через суд на прежнее место работы. В 17-м году по распоряжению главы моего сына с одной ставки сторожа переводят на 0,5 ставки сторожа. Мотивирует тем, что он инвалид. Добиваться справедливости вновь пришлось через суд. Полную ставку Роману Капсардину вернули. Однако выйти на работу он уже не смог. Ставки сторожа передали из ДК в Пулан-Коль-Услуга Плюс. У организации был общий учредитель. Рому уволили в порядке перевода. Но попытки устроиться на новое место оказались безуспешными. Ставки были на тот период и вакансия появилась. Но ему в первоочередности это не предлагалось. То есть основная цель изначально была уволить его и не принять на работу. Бывшая начальница Романа признается, любая ее попытка пресечь произвол и помочь Капсардину каралась увольнением. Восстанавливаться на работе ей, как и ему, приходилось через суд. Женщина уверена, причиной неприязни к работнику-инвалиду стали корыстные интересы главы администрации. После сокращения Ромы его место занял муж чиновницы. Как сегодня восстановить Романа в должности, единственной по его силам, его бывшая начальница не знает. Сам мужчина опустил руки. Как-то он замкнулся в себе и практически он на улицу не выходит. Я вижу, что ему тяжело, как бы нехватка денег. Пенсия у него маленькая, 7 тысяч. И вот как все на это можно прожить, я не знаю. Сегодня Роман не может даже оформить пособие по безработице. Ведь записи об увольнении с трудовой книжки нет. По причине незавершенного перевода на новую работу. В госинспекции труда Хакасии помочь разобраться в проблеме готовы. Но для этого Роман должен обратиться за помощью в письменном виде. Надо видеть в первую очередь документы, какие были, что писал работник, какие у него есть документы по противоположной стороне. И он всегда вполне может написать заявление в инспекцию, проведем проверку. Также Роман может подать заявление в суд. Если нарушение трудового законодательства подтвердится, его работодателю грозит штраф или даже уголовная ответственность.